В аэропорт Минвод могут запустить электричку. Такую возможность обсудили в правительстве региона. Губернатор Владимир Владимиров подписал соглашение о сотрудничестве с начальником Северокавказской железной дороги Сергеем Задориным. Будут рассматривать все возможности наработки маршрутов, как по Ставрополю, так и по Кавминводам. Пока же в крае курсируют 37 пар пригородных поездов. С начала года ими воспользовались больше 2,5 миллионов человек. Теперь же Владимиров выступил с инициативой проработать проект о запуске прямой электрички из аэропорта Минвод. Я знаю, что там недалеко будет электричка, но очень хотелось бы, чтобы, знаете, как в большие московские хавы приезжали, нас ходили прямо с аэропорта уходит электричка, и это даст и вам, пассажирный поток, и нам обеспечить совсем другое лицо, как ворот Кавказа. Это будет совсем другое лицо. 60 ставропольских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Всего экзамены в крае сдали больше 10 тысяч школьников. Итоги кампании на брифинге в правительстве региона озвучил министр образования Ставрополья Евгений Козюра. По его словам, после результатов по информатике и иностранному языку число стубальников может увеличиться. Экзаменационная кампания в этом году прошла без существенных нарушений. Основной этап сдачи ЕГЭ закончился. 2 июля будут еще экзамены для тех, кто по разным причинам не смог сдать их вовремя. Мы радует то, что мы на уровне прошлого года по некоторым показателям даже немножко поднялись. Мониторили ситуацию по выбору экзамена. В приоритете была профильная математика, биология, химия, физика. Немного ушло на второй план общества знаний. Хотя в прошлом году было намного больше желающих сдать общество знаний. Зато химия добавилась и физика. Это говорит о прикладных направлениях и предметной деятельности наших учеников. В Ставрополе на улице Кулакова благоустраивают общественную территорию. На объекте уже демонтировали старые конструкции и проложили пешеходные дорожки. Сейчас обустраивают зоны для активного отдыха, где постелят безопасное резиновое покрытие, сообщили в региональном Минстрое. Также там установят лавочки, урны и фонари. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». В новом учебном году в 7-й школе станицы Беломичетской откроют точку роста. Там дети смогут заниматься по профильным предметам технологической и естественно-научной направленности, сообщили в региональном Минобре. Помещение уже ремонтируют. Вскоре закупят оборудование и мебель. Точку роста создадут в рамках нацпроекта образования. В Невиномыске завершается ремонт дороги на улице Монтажной. Там приводят в порядок свыше двух километров проезжей части тротуара, сообщили в региональном Миндоре. На участке оборудуют парковки, заменят остановочные павильоны, люки и бордюры. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова